Попал в плен в городе Лиман, сдался, сдался в плен, нас была группа из 16 человек, мы были в подвале церкви, вот из этих 16 человек, 5 человек только прибыло, только прибыло новых, с леса, ну, наверное, вы знаете, прибыло. Остальные ребята стояли на, ну, там, на рубежах, когда под утро начался обстрел, и вот в рацию 79-ки, вот потому что мы, как бы, ей помогали, была рация пока, ну, и говорили, что, наверное, идут на прорыв. Очень сильно обстреливали с арт, ну, сильный был арт-овстрел, и мы приняли для себя решение не уходить, потому что это очень страшно, а просто сдаться, это самый лучший для нас вариант. Лучших вариантов нет. Когда пришла, когда мы уже услышали технику возле себя, когда мы услышали технику возле себя, мы начали подготовиться, подготавливаться, мы поснимали каски, бронежилеты, все оставили, ну, в середине, и вышли, вышли к ребятам. Они нас, они нас связали, они, ну, раздели, связали нас, и отправили, отправили, ну... Я, Тарасюк Дмитрий Константинович, родился 1 августа 1982 года. Был призван в 95-ю десантно-штурмовую бригаду 13-й дельный батальон во 2-ю роту. 25 мая был взят в плен русскими военнослужащими. В сопротивление не отказывал, потому остался жив. Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит загрян отряд, который будет тоже расстреливать. У нас был взвод отказников, которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел. От себя хочу сказать, что не надо нам этой войне, не надо воевать. Зачем? Чтобы люди гибли. Я хочу, чтобы все сложили оружие наше и вернулись живыми домой, к женам, к детям. Дмитрий Евгеньевич. 36-я бригада морской пехоты. Город Николаев. На данный момент перебывали в ООС в городе Мариуполе. До начала операции в село Павлополь, после того, как началась операция, переехали на завод Ильича. Была такая ситуация. Я потерял руку 19 марта. Уехал в госпиталь. Потом госпиталь был переполнен. Я переехал обратно в бункер через 10 дней. Я пролежал в бункере где-то дней 3. Привели пленного. Посадили в комнату в бункере. И он там сидел у нас. Потом я лежал, типа я раненый, меня перевязывали. Был у меня товарищ, ну, в инс-разведзвода, Алексей Багрий. И получается вечер, это было с 9 на 10 число, вечер. И мы сели, я, он и пацана, было день рождения. Я зашел, говорю, пацаны, так, блядь, плохо, рука болит, не могу. А на лбуфин, что мне кололи, обезболивающий, он не помогал мне. Они пили спирт, дали мне спирт выпить. Мне, значит, стало легче. Потом Леха, вот этот Леха Багрий, говорит мне, блядь, надо идти пленного порешать. Говорит, иди. Говорю, блядь, я не могу, нахуй. И он, мы зашел, ну, типа, он говорит, ну, не очкуй, пошли. Мы подошли до дверей, я говорю, я не смог. И Леха взял, блядь, нанес ему ножевые ранения и отдал мне нож. И ушел, получается, ему нужно было на пост. Он ушел, а я лег. И, типа, Рома спрашивает, товарищ мой, типа, шо там? Да, говорю, блядь, пленного типа убили. Он говорит, шо ты? Я говорю, да. Ну, и вот так получилась ситуация. Утром проснулся, сушит и попил. Все, его потом вынесли через два дня. Куда-то из бункера, я даже не знаю. Такая история. Куда-то из бункера, я говорю.